Каждый из тех, чье имя внесено в презентованную книгу памяти, является достойным сыном своей республики. В книгу вошли подвиги сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Свою недолгую жизнь, отмеренную судьбой, они прожили достойно. Министр МВД Жаудат Ахмедханов выразил благодарность всем, кто участвовал в создании книги памяти. Руководству республики в лице главы КЧР Рашида Тимрезова, ветеранскому движению МВД, которые непосредственно занимались сбором материалов, руководителю попечительского совета Марата Халкечева за финансовую помощь. Не щадя, не жалея собственной жизни, отдали за свободу, за свободу граждан, за защищая интересы нашего государства. Мы именно склоняем перед ними свою голову. Я рад, что будучи как жителям нашей республики на сегодняшний день уже та, работающий как руководительный министр внутренних дел этой республики, что такую маленькую плепту вношу именно в историю нашей республики, в историю МВД. В книге памяти собраны фотографии и биографии 47 сотрудников, погибших в разные годы при исполнении служебных обязанностей. Сборник, изданный тиражом в тысячу экземпляров, будет распространен также через библиотечную сеть, направлен в учебные заведения нашей республики и территориальные органы МВД. Если бы не было этих героев, то жизнь, она была бы совсем другая. Именно то, что есть такие люди, они держат на себе вот тот мир, который мы видим. То солнце, которым мы радуемся, это все плоды вот этих людей. И поэтому дай Аллах им на том свете, чтобы они были обладателями рая. Чтобы нам, живущим здесь, было назидание видимым образом, что герои, они ушли, но они всегда с нами. Давайте произнесем им вечную память, вечный покой и покояться с миром. Подписанную книгу памяти министр лично вручил каждой семье погибшего сотрудника. Издание получили и остальные присутствовавшие на торжественном мероприятии. От имени членов семей погибших сотрудников выступила вдова подполковника милиции Сергея Ревенко, Людмила Ревенко. В своем трогательном обращении она подчеркнула, что родственникам погибших сотрудников МВД особенно приятно, что не забыта память об их близких, которые погибли, выполняя свой служебный долг. Сколько бы не прошло лет, душевная боль тех, кто потерял своих родных, близких, друзей, не становится тише. У этой боли нет срока давности. Поэтому я с огромной благодарностью получила сегодня эту книгу и хочу поблагодарить всех тех, кто по крупицам собирал материал, кто вложил свою душу, свое трепетное отношение к тем, кто ушел в эту книгу. Каждая из семей, потерявших родных, благодарит вас за то, что ваша память остается светлой, чистой. Ваше сердце бьется одновременно с нашими сердцами. 26 февраля будет годовщина, малого мужа. Чем приятно получить такую книгу? Приятно и больно. В завершении мероприятия участники встречи пообщались в теплой и непринужденной обстановке за чашкой чая. Все собравшиеся желали друг другу, чтобы скорбный список, вошедший в книгу памяти, не продолжился. А последняя страница этого издания стала действительно последней. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.